Ха-ха, ну чего? Боярка из Дилэнда, что, ничего не могу сказать. Так ли повязывают платки девушки, которые ездят в кабриолетах, не знаю. Но мы повязали так. Поехали. Продолжение следует... Смотрите, какой вид красивый девочки и мальчики из дома. Из опена хауса, в который мы приехали. Очень интересный дом, квадратный. Такой невыглядящий на миллион семьсот. Миллион семьсот, да, вы не ослышались. Пойдемте зайдем. Идем в дом. Такая стеклянная дверь. И все здесь такое красивое. Home sweet home. Вау. Итак, девочки и мальчики, мы заходим в дом. Посмотрите, какой симпатичный риэлтор обалденный. Давайте сразу посмотрим кухню. Вау. Дом только что построен. Абсолютно новый. Миллион семьсот с чем-то. Где-то двести двадцать квадратных метров. Я вообще не знаю, куда я иду. Но вот давайте посмотрим, что здесь, допустим, да. Здесь, я так понимаю, дверь можно открыть и выйти на улицу. Нет, это гараж. Это гараж. И гараж открывается с обоих сторон, видите. И с этой, и с этой стороны можно заехать. Очень удобно. Гараж вообще такой, пристройка отдельная. Вроде как вместе, но отдельно. Раз с двух сторон. Здесь у нас постерушки. Очень хорошая комната, большая. Вау, красиво, правда? Всё такое хай-течное. Так, дверь закроем. Идём дальше. Ещё раз выходим на кухню. Ох, какая красота. Какие холодильники. Вау. Вот это да. Вот это да, посмотрите. Винсент, can you come to refrigerator? I wanna see the size of refrigerator. Смотрите, там ещё один парень. Какие парни-то красивые в Аризоне. Look at this. Look at the size of the refrigerator. Вы посмотрите, здесь два человека могут жить. Вот это боттл, боттл. Смотрите, водичка подготовлена нам. И здесь морозилка. Вау. Это фрейзер. Вау, боттл. Это боттл. Да. Look at this kitchen. Посмотрите на кухню, какая она огромная. Это вообще что-то с чем-то. Ну и, конечно, мы не могли не заметить вот эту красоту, территорию бассейна. Так, тут вот нет стекла. Ох, как здесь здорово. Заметили, здесь нет деревьев, в которых будут падать листья. И вот, пожалуйста, здесь территория, где вы можете лежать и загорать. Здесь басик. Здесь басик. Там, посмотрите, площадочка для баскетбола и вид. Ну-ка, да, вью. И посмотрите, какой вид. Вот это да. Вот это да. Конечно, абсолютно разительно отличается от Флориды. Все по-другому. Все по-другому. Трава такая желтенькая, потому что еще зима. Здесь у нас что? Здесь у нас закуточек, где находится кондиционер, я уверена. Итак, я сейчас вам покажу. Это кондиционеры. Да, очень классно. Винтсан, что ты думаешь о поле территории? Я люблю поле. Поле территория хорошая. Но муты... Я вам хочу сказать, конечно, открытый бассейн намного лучше воспринимается и приятнее, чем под сеткой. Но когда вокруг вас деревья, и это будет невозможно, просто вычищать бассейн где-то два раза в день от листьев. Поэтому, конечно, когда вот нет такого, таких деревьев, то это очень здорово. Просто обалденно. Ну что, мы с вами сейчас пойдем внутрь и посмотрим. И я уже, кстати, с бассейна уже вижу комнату хозяйскую. Вау, это точно хозяйская комната. Это спаленка такая, очень уютная. И здесь мы сейчас зайдем в ванну. Вау, как здесь здорово. О-о-о-о! Это то, что доктор прописывал. Окно, ванна, шикарная. А это... Интсан, look at this. Go there. Посмотрите, как здесь классно. Вот это гардеробчик, да? Вот это, да. И, кстати, находится вообще, можно сказать, в центре Феникса этот дом. What do you think? That's good. Yeah. А душ какой. Ой, look at babies, look at the shower. Такой тёмный. Класс. That's really cool, right? Mm-hmm. Very nice. Здесь у нас, значит, раковины. Места много. Очень классно. I like that. Там. Идём дальше. Так что вот это вот была гостевая, гостевая, хозяйская спальня. Мы сразу с вами увидели из хозяйскую спальню и бассейн. Всё, что должно было быть на десерт. И показываю вам зал, да? Вот там мы зашли, вот в ту дверь, видите, там. И вы видите зал. А что здесь? Ой, а здесь у нас винный погреб за стеклом, так скажем. Открываете и берёте бутылочку. Как классно. Опять же, напоминаю, вот эта дверь, в которую мы зашли. А здесь у нас... Посмотрите, какие кондиционеры. Здесь у нас ванна. Ванна, кстати, тоже с душем здесь. Такое ощущение, что нет ничего, а вообще стекло здесь. И комната. Так как дом новый, здесь мебели нет. В доме ещё никто не жил. Это дом 2020-го, может, 2019-го года. Ну, в общем, новость о семье. Здесь два зала. Вот один зал и второй зал. Один зал, вы балдеете, смотрите на бассейн. Бассейн надоел. Пошли, смотрите на вино. Шучу, конечно. Там у вас настоящий, кстати, настоящий камин с двух сторон. Видите, он с двух сторон идёт. И раз лежат обычные дерева, значит, он настоящий. Здесь огромное окно шикарное, где можно тоже, вот видите, там можно сидеть. Ой, и их фирменные кактусы, конечно. Кактусы вот такие вот везде здесь. Обалденные просто кактусы. Шикарные. Я не знаю даже, куда я ещё не заходила. It's the second floor, or no? No. You got back rooms back there. А, ещё вот там, я думаю, что-то я не видела. Здесь у нас тоже комната такая бонусная. Может быть, офисом, может быть, чем угодно. Ну, I think it's office room. Вот как красиво сделано. Пойдёмте дальше. Здесь тоже две стороны. А, вот, вот она, ещё одна комната гостевая. И отсюда можно выйти именно к тому кактусу, который я сейчас вам показывала. Давайте выйдем, потрогаем хоть кактус. Господи, я этих кактусов ни разу не видела. Таких огромных. Вживую-то. Ну-ка. Интересно. Да. Тоже, кстати, какие иголки-то огромные. На такой упадёшь, да к с ума сойдёшь сразу. Вот это будет акупунктура вам. Винсед, look at that cactus. That's crazy. Да, вообще, такие иголочки. Ой, очень-очень жёсткие иголки. That's really crazy. If you're gonna fall into that, it's... If you push somebody on that. Да, если ты толкнёшь его, кого-нибудь на этот... Так, сейчас закрываем. Ну, очень мне похотелось... Мне очень хотелось посмотреть Open House в Аризоне. Аризона – это же пустыня. А там, посмотрите, через окно тоже кактусы. Вот, ну, посмотрите. Это же жуть. Сколько этих кактусов. Это как в кино. О, Винсед, look how many of them. О, my God. Там прям как будто сад этих кактусов. Винсед говорит, что если вы отчутитесь в пустыне и найдёте кактус, из него можно будет пить воду. Я вот не знаю. Вы не знаете, горькая она там или нет? Это вода. Я ему говорю, горькая же. Он говорит, ну и что, если тебе надо воду, то это уже не важно, горькая она или сладкая. Он говорит, в Флориде такой дом бы стоил 400-500 тысяч. Ну, не знаю, если 400-500, да. No, I don't think so. В Флориде, if you would put that to Winter Park, it's a million. It'd be a million? Yeah, it's over a million, yeah. Oh, I just thought you'd put it. Да. В Флориде тоже можно Winter Park поставить или Виндомир. Yeah, but this is a million seven hundred thousand. Yeah, it's a million seven hundred thousand. Ну, вот так вот, посмотрите, какая красота, да? Это же вообще обалдеть просто. Парники тут, не парники. Мне прям покоя не дают. Парники-то хочу вам показать, какие симпатичные парни. Вау. Оба риэлтора. Are you both realtors? Yeah, yeah. Oh my God, you're so handsome. That's what a Arizona have, the so handsome realtors, guys. Look at them. Oh my God. Такой вот размер комнаты, если Винсент сюда встанет. Тут просто хочу вам показать, насколько огромные эти комнаты. И да, Винсент показывала этот фаерплейс, да, показывала. Очень красивые дома. Конечно, очень приятные. Thank you so much. Он говорит, что вот этот дом стоит в районе, который находится рядом. Питч Валый, по-моему, он сказал. Что-то я не поняла. Валый какой-то. Забыла уже. Вот туда, если мы сейчас поедем наверху, то там вообще дома, он говорит, такие же, но уже по 4 миллиона. То есть он говорит, специально люди сюда здесь покупают, чтобы вроде как и рядом, но и не такие дорогие. И вот сейчас мы туда поедем, посмотрим обязательно с Винсентом, как выглядят эти дома. Ну и вот тот домик, который вроде с виду неказистый, но внутри красивый. Всё, поехали. С Винсентом решили открыть машину. Не машину, а крышу. Сейчас поедем мы с ним вот так, по богатым районам. У меня платок коуч будет развиваться, тоже голубой. Как будто знала, что у меня будет голубая машина. А у Винсента такой. Сейчас, сейчас, девочки и мальчики. Ахаха, ну чего? Доярка из Дилэнда. Что, ничего не могу сказать. Так ли повязывают платки девушки, которые ездят в кабриолетах, не знаю. Ну бы повязали так. Поехали. Я ненавижу эти все открытые машины, мотоциклы. Из-за волос, потому что волосы потом будут такие, что ой-ой-ой. Поэтому, конечно, сейчас буду показывать вам район. Именно район буду показывать. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну что, мои дорогие девочки и мальчики, насмотрелись мы на дом. А сейчас я вас везу в шикарный город, называемый Седона. Те, кто живет в Аризоне, да и не те, кто живет, а вообще, кто знает что-то про Аризон, знает этот город. Сегодня с Ольгой созвонилась своей из Чикаго. Они хотели ехать на каньоны. Потом она говорит, нам хозяин дома, который мы сняли. Кстати, я ей тоже ссылку дала, чтобы снять дом. Ссылка в описании под моим видео всегда. Они сначала хотели отель снять и заплатили в два раза дешевле по моей ссылке и сняли дом. Она говорит, приехали, хозяин нам шампанское поставил. И говорит, нас научил, что не надо ездить на каньоны, поезжайте в Седону. Я с Ольгой поговорила, говорю, ну мы, наверное, не поедем. А теперь решили все-таки тоже поедем. Может, встретимся там с ней, я не знаю. Едем все в Дону. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие мои девочки и мальчики, мы находимся так высоко, что у нас закладывают даже уши, представляете? Я говорю, Винтон, да я бы уже обратно поехала. Мне так страшно, на самом деле. Винтон, ты не страшна вообще. Почему я страшна? Потому что он очень высоко. Ты упал? Да. Ты упал. И идешь дальше. Вы знаете, что удивительно, что все вот эти вот горы, вот эти, мимо них проезжаешь. Вот эти камни, они покрыты сеткой. Потому что если вдруг камень падает сверху, то сетка придерживает. Представляете, сколько работы надо сделать, чтобы все это сеткой еще оплатать. Субтитры сделал DimaTorzok